Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Относительно недавно мы отпраздновали память белого ангела Москвы, как нежно называют великую княгиню Елизавету Федоровну. Княгиня, которая после смерти своего мужа всецело отдала себя на служение людям, их скорбям, нуждам. И вот сегодня в нашей студии, можно даже сказать, в продолжение предыдущей нашей темы миссионерского служения, мы поговорим о социальном служении Церкви. Поговорим с нашим православным экспертом, настоятелем храма Трех Святителей, протеереем Алексеем Булдуным. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте, братья и сестры! Здравствуйте, господин Сергий! Ну, я сразу отрекомендую вас еще и, кроме всего прочего, как руководителя отдела социального служения Самарской Сызранской митрополии. И поэтому сегодня, как никогда, это ваша тема, тема, в которой вы купаетесь уже не первый год, в которой разбираетесь. К социальному служению Церкви какое-то двойственное отношение в современном обществе. С одной стороны, мы слышим повсеместно некие даже упреки, чего ваша Церковь лезет везде, почему мы видим попов в рясах в больницах, вот, чего вам надо у больничной койки. С другой стороны, слышится и другой упрек, что вы все строите в свои храмы, уже пора бы начать заниматься реальными какими-то делами. Так вот, начнем вот с последнего. То, что с Церковью часто ассоциируют некое благотворение, предъявляют некое требование. Как вам кажется вообще, с какого времени? Потому что, по сути дела, ведь это такой очень протестантский подход. Вот. У протестантов очень развито социальное служение, они очень за него радеют. Вот. Оно у них развито на невероятном уровне. И нам у них есть даже чем поучиться, глядя на них, как они это делают. С какого момента к православной Церкви, ну, вот такое требование начали предъявлять, мол, давайте действуйте. Ну, на самом деле я хочу сказать, что не совсем верно сказать, что это протестантское исключительно, пререкативо. Я бы скорее сказал, что они как раз в конце этого локомотива в социальном служении, если мы говорим о христианских сообществах, я не могу называть протестантскую Церковь Церковь, в том понимании, как мы понимаем, православную Церковь или хотя бы католическую Церковь. Ну, община, да. Дело в том, что так сложилось, так сложилось, что мы после того, как пришла советская власть, мы не могли делать социальное служение в русской православной Церкви по многим причинам. Одна из главных которых просто уничтожали и храмы, уничтожали священнослужителей, и верующих людей. И не давали, не пускали вообще совершенно никуда. До революции было громадное количество, громадное, без преувеличения душопопитических обществ, которые созданы были Церковью, и которые воспитывали и сирот, и которые беспокоились о раненых во время войны. И дома трудолюбия, там знаменитые Анны Кронштадтского, где люди, опустившись на самое дно, могли получить навыки какой-то работы и продолжать работать, и вернуться в нормальную жизнь. Таких примеров, без преувеличения десятки тысяч я могу привести ту же Елизавету Федоровну, о которой мы уже вспоминали. Да, сейчас с этим сложнее стало. Легче, с одной стороны, но сложнее тоже, потому что не так много верующих людей, которые готовы этому служить. Не так высок пока еще уровень гражданского самосознания, так скажу. Но это действительно так. Не все готовы к этому. Ну и есть какие-то определенные материальные проблемы. Хотя говорить о том, что Церковь ничего не делает, это тоже не факт. Ну, нельзя. А вот у католиков, у них, наоборот, вот я бы их пример поставил, нежели протестантов. Почему? Потому что у них целая существует система помощи. Мой один знакомый католический священник говорит, если женщина католичка, совершив, допустим, какой-то проступок, забеременев вне брака, пожелает оставить этого ребенка, она от католической церкви получит все от помощи вынашивания ребенка, родах, детского садика, школы, высшего образования. То есть весь путь до тех пор, пока ребенок, если она откажется сделать аборт, да, например, она получит всю необходимую помощь. У католической церкви есть все необходимое для того, чтобы ребенка до совершеннолетия довести. Это может происходить... Это практически везде. То есть вот, например, в Самаре... В Самаре у нас селезанцы, которые с детьми работают, безусловно, да. Смитивительно. Да, есть мощная организация, Caritas называется, Надежда, которая этому помогает, да. То есть там выстроена целая система. Ну, если мы даже обратимся внимание, да, многие лазареты, госпитали, да, это же христианские слова, они носят имена определенных святых зачастую, да, там, госпиталь Святого Лазаря, очень часто распространено, да, известно. Почему там, что Лазарь, да, покровитель медикова, да, лазареты, да. И вот было бы идеально, если бы мы смогли бы создать это сделать. Но такие службы, они существуют и в других православных церквях. Примерно то же самое происходит в Александрийском патриархате, там, для жителей Африканского континента. Очень большая диакония, вот именно церковное социальное служение, развита в Греции. Недавно совершенно всем знаем... О слове диаконии надо сказать. Да, ну, слово диакония, да, это, собственно говоря, обозначает социальное служение церкви. Вот, и, в общем-то, мой отдел, он называется самарской диаконией, да, то есть это помощь нуждающимся людям в тяжелой жизненной ситуации, обездоленным. То есть, и вот диаконическое служение, допустим, греческой церкви, оно очень широко, начиная как раз от поддержки тех же самых африканских церквей, где зачастую просто воды не хватает, да, и там собирать деньги для того, чтобы водяную скважину сделать на приходах православных, там, в каких-то селах в африканских. Заканчивая тем, что, допустим, сейчас кризис в Греции, мы все это знаем прекрасно, вот, церковь дохода от земельных участков, которые, их никто никогда не отнимал в Греции после того, как они от турецкого игора освободились, они почти все доходы от аренды недвижимости передали государству греческому с одним лишь условием, чтобы они были на социальные нужды потрачены, на то, чтобы не повышались расходы на медицинское обслуживание, чтобы пенсии выплачивались, то есть... Ну, сейчас некое недоумение будет у телекранов. Чего ведь мы про них-то? А, чего-то мы и про них-то? Да, может быть, вот нам есть смысл как раз сказать о том, что и на Самарской земле делается немало. Вот расскажите о работе вашего отдела. Ну, конечно, на самом деле, да, большинство приходов, они занимаются социальным служением. У нас есть несколько проектов, которые охватывают, в общем-то, всю Самарскую область, ну, по крайней мере, то, что относится к Самарской епархии. Вот, в частности, вот, у нас есть сеть революционных центров православных для людей, которые находятся в зависимости от наркотиков, алкоголя и для людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Ну, попросту говоря, бомжей, людям, которым негде жить. Также мы работаем со всеми практически исправительными колониями. У нас есть объявления, там показывают наши ролики. Человек, который освободился из межзаключения, если ему негде жить, и он не хочет возвращаться в преступную следующее, то он может обратиться к нам и жить столько, сколько ему необходимо, чтобы он встал на ноги. У нас в нескольких, ну, это, прежде всего, крупных городах, Сызрани, Самаре, Итальяте, ежедневно и сейчас происходит. Ко мне, ну, летом меньше, но зимой в холодное время суток каждый день кормим нуждающихся. Это везде. На улице или вы? Да, на улицах, конечно, да. Есть несколько точек. Вот у нас здесь, в железнодорожном районе, в Самаре, кормление и в Зубчининовке происходит. Очень важный проект. Мы как раз к концу июля открываем кризисный центр для мам. Это для женщин, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию, поругались с супругом, выгнали на улицу, их не где жить, ребенок или беременная. Вот, они могут остановиться у нас в центре. То есть есть социальные гостиницы? Да, мы скоро будем... Она сейчас ремонтируется, вот, к началу августа, так, планируем 1-2 августа открытие. Вот сейчас заканчивается ремонт, обустройство этого помещения. Там женщины могут до полугода жить, чтобы решить свои проблемы. Либо помириться с мужем, либо найти работу, либо как-то связаться с родителями, восстановить документы, или, допустим, получить льготы от государства. Там есть люди, которые будут им помогать с этим. То есть они не будут... И, соответственно, пройти медицинское обследование, как себя, так и ребенка обследовать. Вот такой вот у нас проект. Про детей-сирот, молчите. А между тем, это был самый громкий, самый известный ваш проект. Ну, про детей-сирот это понятно, потому что мы с нашим, скажем, любимым каналом ГИС Самары этот проект делаем фактически. Это Самара без сирот. Снимаем видеоролики детей-сирот вместе с замечательным человеком Моносой Панченко. Вот, и я очень благодарен как раз руководству, вообще всему коллективу ГИС Самары, что этот проект уже несколько лет существует. И, ну, даже им можно похвастаться маленько. Более 70% детей из нашего... Они попадают в семьи. Это, слава богу, это очень хороший результат. Сеть детских садов. Ну, детские сады я не рассматриваю как именно какое-то социальное служение. Вот дети там у вас... Вот мы готовимся сейчас к открытию еще одного детского садика для детей ДЦП. Вот. Больных ДЦП. Потому что, как правило, сейчас я смотрю, наблюдаю печальную ситуацию, например, когда при всей моей любви, и мы тоже вот с вашим помощником Александром Шиповым немало времени уделяли работе с революционным центром в Радонеже, с детьми сиротами. При всем, при том, что я понимаю важность и необходимость работы с детскими домами, но, по сути дела, там дети не нуждаются ни в чем, кроме мамы. То есть, по сути дела, и папы, да. То есть, родители, которые бы взяли, забрали к себе и так далее. Но туда везутся эшелонами, игрушки, какие-то там питания. Может быть, они действительно в памперсах там и так далее нужду имеют регулярно, потому что это расходный материал. Но когда раз, там, раза два-три в год привозят целыми фурами мягкие игрушки, которые им не нужны. И при этом забываются дети с тем же синдромом Дауна, с ДЦП, мамы, которым тяжело нести вот этот крест, и у которой все деньги уходят либо на лекарства дорогостоящие, либо на какие-то еще вот... Ребенок ДЦП — это финансовый приговор семьи, на самом деле. Это очень дорого. Вот. И поэтому вот я думаю, что как раз им в первую очередь нужно везти игрушки и устраивать детские сады, то, чем занимаетесь вы, мне кажется, это крайне необходимо, потому что, опять-таки, мы живем в удивительно демократическом, недемократическом обществе, вот, где вроде бы везде и всюду заявляются о каких-то правах, при этом ущемляются права вот на жизнь вот конкретных целых слоев населения, когда, например, в обычный детский садик ребенка с ДЦП, ну, просто там, с боями нужно устроить. Нет, это невозможно сделать вообще, в принципе. Ну, на самом деле, да, это, отец Сергей, проблема очень актуальна, да, спасибо, что вы рассказали о моем детище, любимом, одном из моих любимых детей. Детский сад для ДЦП – это один из уникальных проектов нашего отдела, епархиального. Он уникален для нашей Самарской области, это 100%. Слава богу, мы сейчас, допустим, из Альметьевка недавно интересовались, как открыть такой же детский сад. Он уникален тем, что мы даем возможность родителям оставить ребенка. Не надо с ним все время находиться. Они на целый день оставляют ребенка у нас и занимаются своими делами. Получение тех же справок, пособий и льгот – тоже время. Сходить в парикмахерскую и почувствовать себя женщиной, и как-то настроить отношения с мужчиной, с мужем, да, конечно, не с мужчиной, а с мужем – это тоже важно, потому что это действительно тяжелый крест для семьи, для всей. И, к сожалению, к стыду, многие мужчины этого не выдерживают, да, уходят из таких семей. Не все, слава богу. Вот. Поэтому это время очень важно для этих именно родителей. Вот. И, ну, мы стараемся это сделать. А девизом вообще нашего, вот, если мы говорим о Самаре без сирот, да, там, мы говорим об умной помощи сиротам. И я хотел бы сказать вообще об умной помощи, вообще благотворительной. Действительно, все вот эти предновогодние шумиха с подарками детям-сиротам и инвалидам, они, в общем-то, на самом деле очень горький осадок оставляют. И больше унижают, мне кажется, чем... Ну, тут даже вопрос не в унижении, да, то есть, как бы, это тема особенная и долгая разговора, но просто, как говорится, есть действительно те люди, которым намного больше это нужна помощь. Намного помощь больше нужна. Вот. И мы не обращаем, мы любим покрасоваться на этом фоне. Это вот самое плохое, что может произойти с благотворителем. Он начинает тщеславиться, он начинает думать о том, как вот ему получить красивую фотографию. о чем мы с вами говорили в прошлой передаче, что нужно действительно быть для всех. Поэтому нужно искать тех, кто действительно нужна помощь. У нас, вот я все время последовательно в своих высказаниях о социальном работе нашего области, у нас всегда все недовольны правительством, но вот социальная работа у нас действительно очень хорошо работает. Как любая организация, как и церковь, мы все не лишены изъянов, человеческих факторов влияют зачастую, но большинство нужд, которые есть, человек, в которых требуется, инвалид или что-то, он может получить. Но есть те моменты, которым надо помочь. Допустим, для детей ДЦП, если мы о них говорим, это важно пройти какой-то курс лечения. Допустим, ипотерапия. С лошадями, например. Это стоит каких-то определенных денег. Лошадей надо кормить, люди с ними работают, за ними надо ухаживаться, держать конечные. Это на самом деле не маленькие деньги. Есть массажи, есть определенные методики физических упражнений. Мы готовы были бы приглашать людей, но их приезд надо оплачивать. Допустим, есть знаменитый специалист из Польши, но неделя пребывания здесь обходится порядка 10 тысяч евро. Это перелет, проживание, с ним несколько человек едет. И небоснословное вознаграждение, но это деньги. Их собрать и на это направить было бы намного важнее, нежели просто действительно привезти очередные планшеты в детский дом. Это очень важный момент. Другой важный момент. Детям-сиротам нужна социальная адаптация. И лучше организовать какой-то проект, организовать те же самые рабочие места и взять подшефное какое-то количество выпускников, чтобы они хотя бы вжились в наше общество. Научить их правильно вообще... Ну да, то есть самая главная проблема это постинтернатное сопровождение. Сейчас об этом очень много говорят, слава богу. Такая бы помощь была бы намного оценима, дорогостоящая в данной сложной ситуации с детьми-сиротами или с детьми-инвалидами. Ну вот замечательно описано то, что происходит у нас в Самаре. Причем я, ну, то бишь, почти находясь под вашим руководством, так как при моем храме тоже сейчас формируется сестричество, в котором, я думаю, имеется крайняя нужда. Которую очень долго ждем. Или не долго, неправильно сказал, а очень ждем. Очень ждем, да. Ну, не все зависит именно от меня. Вот. Тут, слава богу, мы идем на некий диалог, и даже не просто на диалог и контакт, а большую помощь мы планируем получить от клиник медуниверситета, вот, которые планируют выделить средства на обучение наших сестер. Именно медицинское образование, первичное медицинское образование они получат. По крайней мере, сертификатом они могут приходить в стационар и помогать младшему медицинскому персоналу, медсестрам, там, те же утки, та же обработка и так далее, и так далее. Но вот я к чему об этом заговорил, к тому, что вот часто мне пишут письма или просто в общении задают вот тот вопрос, с которого я начал. Чего же ваша церковь везде лезет? И в частности, готовясь к этой передаче, я почитал статью Алексея Ильича Осипова на тему социального служения церкви, где он ну тоже достаточно так критически оценивает то, что в какой-то момент, например, богослужение, молитва, спасение собственной души отходит для человека на второй план, и он всецело растворяется в социальном служении, удовлетворяясь при этом мыслью о том, что он как раз исполняет заповедь соборного послания Иоанна, что вера без дел мертва есть и так далее. И в частности, вот у меня цитата есть Хомякова, известного нашего славянофила, философа, он говорил так, есть какая-то глубокая фальшь в союзе религии с социальными треволнениями, когда церковь вмешивается в толки о булках, устрицах и начинает выставлять на показ большую или меньшую свою способность разрешать подобного рода вопросы, думая этим засвидетельствовать присутствие Духа Божия в своем лоне. В этот момент она теряет всякое право на доверие людей. Вот что мы можем ответить на такие цитаты, такие вопросы? Ну да, это, кстати, очень интересный вопрос, и я много об этом рассуждал, когда мне благословерили этим заниматься вопросом. Есть всегда как бы царский путь, да, мы знаем Священного Писания, серединный путь, мы не должны ни в другую сторону, ни в одну, ни в другую сторону уклоняться. Мы не можем совершенно отказаться от социального служения, как бы ни говорил уважаемый Ильич Осипов или господин Хомяков, да, но тут есть некая в его словах ирония, да, там булки устрицы, какие устрицы, да, вот. Я могу привести примеры людей, да, там, допустим, тот же Василий Великий, вселенский учитель, он первый, кто организовал сиротские учреждения церковные, он покровитель сирот, он первые сиротские дома сделал, то есть, как бы, ну, пусть они на него жалуются, да. Но авторитет его, да. А другой стороны, да, я могу привести пример тоже, не менее горячо любимого нами святого, это святитель Лука Крымский, он в своих дневниках, вспоминая о жизни в Красноярске, в ссылке, он говорит, что я несколько лет забыл о Боге, занимаясь только лишь тем, что помогал нуждающим, сидел операцией, ну, безвозмездно, естественно, но тем не менее, он говорит, что он потерял от этого много духовного, да. Поэтому, конечно же, мы разумный баланс между социальным служением, А вот в случае святителя Луки есть акт самопожертвования, как вам кажется? То есть мы можем, может ли христианин, например, пожертвовать даже вот таким великим даром, близостью к Богу? Ну, если он сам читает, что да, то, наверное, да. То есть в конечном итоге цель церкви, я согласен как раз здесь полностью с Алексеем Ильичем, это спасение человеческой души. Социальное служение это некий костыль, который, ну, церковь протягивает нуждающимся. Но цель церкви, чтобы человек от этого костыля потом отказался, стал и пошел ко Христу. И это главная цель социального служения. Это не только лишь наделение людей необходимым для жизни, да. Мы не можем много, к сожалению, сделать. Но что можно, то делаем. Для этого есть социальный институт, да, социальная служба государственная. Но мы можем через это и ко Христу человека привести. И прежде всего, не того человека, которому мы помогаем, а тот человек, который служит. Потому что некоторые сталкиваются люди, не некоторые, а многие люди сталкиваются с тем, что служа Богу только лишь молитвой, они чувствуют внутренний диссонанс, то, что нужно что-то еще все-таки делать, да. И социальное служение дает возможность человеку в этом реализовываться. Это очень важно. Это очень важно, потому что зачастую происходит некое выгорание, да. Человек ходит в храм, службу, ну, и что-то начал понимать, где-то общаться, да, там, встречается четыре раза в год. Все. А вот деятельного служения ему не хватает. Но, опять повторюсь, опасность перегибания палки и увлечения только лишь добрыми делами тоже не должна присутствовать. Заботьтесь, недавно, как раз, в начале лета мы читали Евангелие, где сказано, что заботитесь, прежде всего, о Царстве Небесном, а все остальное вам приложится. И социальное служение тоже. Вот Царство Небесное мы должны достигать. При этом... С другой стороны, мы призваны сделать все необходимое, чтобы это Царствие Божие здесь отголоском прозвучало. Конечно, конечно. А это и есть, в общем-то, служение любви. Ну, Устин философ Цицерона отвечал о том, что почему вы ругаете христиан? Это лучшие граждане. Они платят налоги, они ухаживают за больными, они бросают человека в беде, в голод они не устраивают бунта, небесный гражданин, он и земной хороший гражданин. Поэтому вообще благотворительность и доброделание, оно опять-таки к этой мысли возвращается ведущих, вернее, не возвращается, а возникала эта идея о том, что человек должен, прежде всего, заниматься собой. Если ты хочешь быть благотворителем и делать добрые дела, то не забывай, пожалуйста, о своей духовной красоте, о духовной храме своей, об украшении, об очищении покаянием. Поэтому иначе мы в чистую филантропию уйдем и все. Это не должно ни в коем случае в милосердии. У нас, батюшка, совсем немного времени. Вот кратко на тот вопрос, который я тоже как бы частью этого вопроса прозвучал. Все-таки почему в церкви есть дело до всего? Церковь у нас отделена же от государства. Хороший вопрос. А где эта граница раздела? Мне очень интересно, когда говорят, что церковь отделена от государства. Что значит, что я не гражданин России? Почему? Вообще, хороший вопрос. Кто отделяет церковь от государства? Почему люди крещеные, носящиеся на грузе крестик, принявшие таинство крещения, не считают себя частью церкви? Почему только священники в темных рясах являются церковью? Это глубочайшее заблуждение современного общества. Церковь, она либо здоровая и приносит плоды, когда в ней много людей трудится, либо она сохраняет корень Христа, церковную организацию, как ствол, а листья и ветвина не засохшие. Это когда люди рассуждают, как у нас в современной России, к сожалению, рассуждает. Я покрестился, один раз в церкви побывал, этого достаточно. Пусть наше дерево цветет. Давайте всем вместе работать, не отделять церковь от государства. Мы все граждане, и небесный вырослый, призванный, по крайней мере, к нему, и граждане нашего общества. Спасибо. Спасибо, отец Алексей. С вами мы прощаемся, дорогие друзья. Напомню, что вы можете присылать нам свои вопросы на электронный ящик, который видите у себя сейчас на экранах, или оставлять свой вопрос в социальной сети ВКонтакте в группе Храма Святых Жен Мироносец. До скорых встреч, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин